Если позитивная сторона православного христианства, несмотря на его истоки. Но вы знаете, есть поговорка, если в бочку с мёдом добавить ложку дёгтя, то она тоже испортится, правильно? Уже это будет не мёд. А если в бочку с дёгтем добавить ложку мёда, то дёгать мёдом не станет, или наоборот, как вы думаете? Во-первых, православные христианства – это уже ложь, потому что православие к христианству никакого отношения не имеет. Помните стихи даже Пушкина? Правоверные христиане, помните, он пишет, да? Не православные христиане в сказках своих, а правоверные христиане. Почему? Потому что ещё недавно не было православных христиан, а были правоверные. Только реформа Никона, патриарха Никона, сделали следующее. Когда они смогли уничтожить на уровне генетики заложенные качества ведических традиций, которые уже сотни тысяч лет были, решили сделать хитро. Взять ведическим праздникам, дать крестьянское толкование. Подменить, как я назвал, кукушкиные яйца, эффект кукушки. Заменить содержание и придать другой вкус. Но, извините, если они подводят по традиции и искажают это, это ещё более опасно, потому что под этим соусом превращается в следующее, что суть христианства, любого христианства, неважно, любой ветви. Важно не грех, а важно непокаяние. Что это означает? Согласно христианству, любой сидящий из нас может убивать, грабить, насиловать, обманывать, предавать, всё остальное. Это не грешно, оказывается. Ну, это грех, но это не грешно. Но грешно, если он не придёт, не покаяться в своих деяниях. Вот если ты пришёл, убил кого-то, пришёл в церковь, покаялся. Вот я совершил грех, убил это, вот это, вот это. Всё прочёно. Почему-то, вот Христ тоже умер на кресте, на кресте. И он, типа, за всех нас заплатил. То есть, другими словами, греши направо и налево, за всё заплачено, за всё хвачено. Только периодически отстёгивай священнику кое-что, когда ты говоришь, отпускай тебе грех, отстегни ему чуть-чуть. Неужели это положительный момент? Когда говорится, что важно не грешить, а важно, что если ты не покаялся. Вот это преступление, если ты не покаялся. Это не я покаялся. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ты сам себе накажешь в момент действия. Вот ты совершил проступку, неважно, видел кто-то или не видел, поймал на тебя за руку, ты уже наказан. И люди понимали, что каждое действие, уже в самом момент свершения, это действие наказания не снимается, так сказать, то, что ты отдашь, когда ты стегнёшь там ограбленного миллиарда, там 10 миллионов, и тебя священник в попу расцелут, извините, за эти 10 миллионов. Не исправится ничего. И хоть полмиллиарда отдашь, и хоть весь миллиард отдашь, ничего не изменится. Потому что, если ты убил, к примеру, ну, если такое, то в момент убийства ты нарушил определенные законы развития. То есть ты прервал развитие того человека, не позволил ему закончить возможность реализовать само себя. Да, может, человек никогда бы это не реализовал себя, никогда, но ты не убираешь эту возможность. Поэтому, если ты убираешь свою возможность, единственный вариант снять грех такого плана, не деньги сунуть кому угодно, в любой сумме, а единственный вариант нейтрализовать карму, так называемую, это нужно взять сущность убиенного и компенсировать ей все потери эволюционные, которые она потеряла из-за того, что потеряла возможность себя реализовать. Может быть, этот человек никогда бы себя не реализовал, так умер, еще хуже стал. Но у него была возможность смерти, которая искусственная, неестественная, отобрала у него эту возможность. И поэтому единственный вариант снять грех себя таким образом, это кому-то, кто сделал, и другому взять и убрать последствия. То есть эволюционно развить сущность по максимуму, если бы эта сущность себя реализовала на 100%. Извините, священник это делает хоть один когда-либо? Они же не понимают этого, так? А кто-то другой это делает? Тоже нет. Для этого нужно понимать и уметь, иметь право, качество и возможности. Поэтому, если у этого нет права, качество и возможности, то убийство ведет к тому, неважно, знает об этом, не знает, отдал ты миллиард на отпущение грехов, или не отдал миллиард, это не меняет сути. Это останется, и сущность того человека передается его детям через генетику и страдает. И самая сущность, сущность в новом воплощении, если она будет в новом воплощении, будет иметь болезни, рак и тому подобное. А дети и погибли тоже получают проблемы. Вот что происходит в момент совершения, так сказать, плохого действия. И не потому, что Господь, Бог, стоит там свечкой и смотрит за каждым действием, потому что это законы природы, которые основаны на таком взаимодействии. Уже нужно понимать. И вот когда задача одна из моих, в частности, в том, чтобы люди это понимали, и если они делают что-то, прекрасно понимали, что это действие приведет. Чтобы они не были слепыми баранами, которые застали делать, и они это делают, и потом они понимают, за что получают. Если они сделали дело, какое-то преступление, они знают, ага, я это сделал, но я буду на это нести вот это. Они хотят это делать, это их свобода права. Не значит, что это хорошо, плохо, но они понимают, к чему приводят их действия и понимают ответственность за свое действие. Я считаю, это право каждого человека знать это. И я думаю, что если каждый нормальный человек будет знать, по-настоящему знать и понимать, к чему приводят те или иные действия, которые он совершает, то многие преступления бы прекратились давным-давно. А из-за того, что людей держат невежество, получается то, что получается. что-то сказано.